Вы пришли, вы кто? Да, я представитель, специалист первой категории, управление социальной политикой номер 21, Побойкина Татьяна Пауна. Так, у вас, то есть вот почему я должна верить вашим словам? Да, смотрите, то есть вот мало ли кто пришел, то есть вы должны предоставить документы. Значит, это... Сейчас, секунду, я еще тут вот... Очень хочется разобраться, что происходит, надо ли с вами, так сказать, общий... Пануш, 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 ага, пануш это из управления... Значит, смотрите, вот у нас федеральный закон номер 71, да, все, значит, эти органы, федеральные органы ликвидированы, и согласно федеральному закону 109, все, значит, являются самозанятыми представителями нанимателей, то есть фактически у нас нет государственных органов, у нас есть частные юридические лица, которые, как бы, должны иметь доверенность от лица имеющего право действовать бездоверенности. Я вот сейчас заходила в интернет, вы же мне сегодня звонили, да? Вы мне звонили? Да. О том, что придете. Я зашла в интернет, значит, вот что у вас там раньше была опека, как-то так оно и называлось. Ну да, сейчас же ровно... Было написано, и написано, что все организации ликвидированы. Мы просто реорганизованы в новую, в управлении социальной политики номер 21. Я это тоже посмотрела, в управлении социальной политики 21, то есть оно находится по Карла Маркса, то есть согласно ихнему, так сказать, ОГРН, оно находится по Карла Маркса, то есть, а вы все, получается, как филиалы или как отделения, или как... Мы отделы. Вы отделы, но они, все отделы должны быть указаны в этом, как его, в налоговой, в этой выписке, то есть там ничего не указано. Знаете как? Нет, вот скажите, вы это ждете, кто-то пишет. Потом нас интересует статус личности, почему? Потому что... Нет, я живая женщина. Смотрите, кто такие Алла Викторовна, Людмила, и все остальное прочее, это какие-то физлица. Вот у нас есть конституция, есть человек и гражданин. Есть человек и гражданин, никаких физлиц, нет, штуку физлицо. Нет, ну просто к вам обращаться-то. Я обычно говорю, обращайтесь в вашу светлость, ваше высочество, ваше величество. А Алла Викторовна? Нет, я не Алла Викторовна, женщина Алла. Живая. Понимаете, нас сделали бумажными человеками. Нас сделали, вот если вы откроете свой паспорт, и посмотрите, что все прописано с нарушением правил русского языка, к обслугам. Не указан пол, не указана национальность, не указано место рождения, что я родилась там в Советском Союзе или еще где-то. То есть просто как товар, который зарегистрирован в фирме РФ. Понимаете? Нас просто ввели в заблуждение. Вот в чем дело. Я почему сейчас, ну я вам как бы покажу, конечно, раз уж мы приехали. Не подождите, что вы от нас хотите. Я хочу разобраться, с кем я имею дело. Я имею дело как человек, не как физлицо. Я себя с физлицом разождествляю. Вот у вас есть доверенность? То есть вы пришли, вот удостоверение показали, удостоверение является пропуском на вашу работу. Для взаимодействия с нами у вас должна быть доверенность. Но у меня с органами исполнительной области. У вас должна, правда, у вас, конечно, есть доверенность на представление. Смотрите, что происходит. То есть вы же видите, что идет утилизация, зачистка территории на самом деле. Мы в курсе об этом, что у нас нет государственных органов. У нас мы являемся, получается, как бы колонией. Все туда идут деньги, ресурсы, продажи, все. То есть, как говорится, нас просто даят, как этих. И сделали какими-то физлицами. То есть, получается, территория свободна, на ней нет живых людей. А есть какие-то физлицы, то есть имущество Российской Федерации, коммерческой структуры. Поэтому нам очень хочется со всеми этими вопросами разбираться. Вот вы меня сейчас хотите, чтобы я пришла и сдала отчет. Смотрите, получается, какая ситуация. Пенсия, значит, везде идет. Все счета открыты в 810-м коде валюты, коде советского рубля. Нам дают на руки бюлеты Банка России, которые деньгами не являются. У них нет кода, они не привязаны к территории, потому что территория ОРФ, согласно Конституции, континентальный шерф, 10 миль от берега, это пираты. То есть, мы приходим, получается, отчитываться. То есть, я как дурочка прихожу и пишу, что я вот это потратила. То есть, как будто бы я потратила золотые советские рубли, которые один рубль равен одному грамму золота. И получается, то есть, понимаете, что происходит? Я понимаю, да. Вот, кто вы такие? То есть, мне непонятно. То есть, иностранная коммерческая компания. Там у вас так и написано, как-то, 24 года на рынке, на рынке, понимаете? На рынке. 24 года на рынке, управляющая компания социальной вот этой вот защиты, на рынке. Вы хотите собрать информацию, сколько нас, как мы проживаем, в каких условиях, а вы кто? Вот мы сейчас об этом и говорим. Это иностранная коммерческая фирма, юридическое лицо, юридическая, негосударственная фирма. И вы вот, вот вы сейчас пришли, вы являетесь представителем, нанимателем, самозанятым, понимаете, как? Исполняющей обязанности, замещающей должности и так далее. То есть, на данный момент я готовлю заявление, вот села сейчас готовить. Я сейчас сегодня залезла, там ликвидировано, тут ликвидировано, здесь ликвидировано. Полномочий никаких нет, вы пришли мне, доверенность не предоставили. Скажите, вы на прием там сможете подойти? Я вот поэтому и говорю, что на ваш прием я хочу подойти именно с заявлением. Чтобы с руководителем поговорить, со мной пообщаться. Чтобы с руководителем, чтобы задать вопрос, чтобы оставить запрос, чтобы мне на этот запрос предоставили достоверную информацию, вот, касаемо всего вот этого, как говорится, извините, по-русски я скажу, без предела на самом деле, да, потому что мы доверчивый народ, мы привыкли, вот пришла тетенька, вот покажите, расскажите, дайте предоставьте. То есть вам удостоверения недостаточно? Удостоверения недостаточно. Я еще раз говорю, вот законы есть, вот закон. Потом нас интересует, а закон, на основании которого вы действуете, вот федеральный закон номер 77, посмотрите сами, ликвидированы все органы. Органы все ликвидированы. И согласно федеральному закону 109, вот 349.6, вы все являетесь представителями нанимателя. У вас паспорт, да, тут, ну, как бы вообще, по идее, по этому, то, что у нас сделали, это номер счета, куда перечисляются деньги, подпродажи ресурсов, да, на каждого человека. Нас, как бы, принуждают, то есть мы оказываемся в такой ситуации, что вынуждены оформлять какую-то инвалидность, какую-то, ну, вот эту вот херню, ну, чтобы, как говорится, вот на, то есть, а это, по сути дела, это программы ставятся, на человека ставятся программы, а у нас должны, мы просто должны получать эти деньги и ни перед кем мы не должны отчитываться, то есть это наша земля, это наши ресурсы, кто-то ими торгует, нашими ресурсами, по, как сказать, доверительные, управляющие, так сказать, а мы с этого ничего не имеем, мы все время что-то отчитываемся. Когда перед нами начнется отчет, вот в чем вопрос. Почему я должна отчитываться, и еще раз говорю, по, получается, что мы получаем пенсию, все счета открыты в 810-м коде советского рубля, да, мы отчитываемся за то, что мы якобы получили деньги в 810-м, ну, золотые рубли мы получили, да, и мы за них отчитываемся, то есть куда, представляете, разница какая, кто этими деньгами потом яхты покупает. То есть, если вы зайдете в обычный магазин, там стоят прилавок, продавец, и уж просто так не пойдете, ничего не возьмете, да, а здесь, значит, у нас магазины, там, какого-то такого обслуживания, то есть ты зашел, ты взял, что захотел, и стоит касса, касса стоит, значит, то есть, по идее, я могу взять и выйти, да, а, ну, у нас люди же все порядочные, то есть это идет принятие оферты, и висят циферки, то есть какая валюта, 643-я, да, у нас в Российской Федерации должна быть 643-я, но ее в глаза никто не видел, у всех на руках билеты банка. 810-я, потому что все карты открыты в 810-м коде советского рубля, и когда человек картой оплачивает, то есть я пришла, купила за билеты банка России, там, за 3 рубля, а кто картой оплачивает, то есть у него списываются золотые рубли, которые 1 рубль равен 1 грамму золота, вот представляете, что делается. Смотрите, континентальный шельф, то есть пират из континентального шельфа, морское право, то есть все ваши действия, это оферты, это, ну, знаете, что такое оферта, понимаете или разъясни, аферта это предложение, да, коммерческое предложение, вот мы идем по улице, нам суют вот эти вот оферты, да, я могу ее принять, да, зайти в магазин, там, как акцептировать эту оферту, у вас такая же оферта по большому счету, и мы ее, люди, как говорится, да, которые вот доверяют, то есть они просто постоянно систематически акцептируют вот эти оферты, знаете, то есть в этих вот бумажках ваших написано, там и от своего имущества отказываются, и все свои права передаются, все остальное прочее, вот это все передается, то есть я, как сказать, ну, то есть надо это все восстанавливать, нам сейчас нужно восстанавливать свои права, заявляться живыми, потому что у нас получается, что на нашей земле нет людей, поэтому всех вот утилизируют сейчас, им нужна территория наша, вот и все, люди им не нужны. Я могу, как сказать, заключить с вами какой-то договор, да, раз вы являетесь юридическим лицом, коммерческая организация, значит, как это зарегистрировано в этом Министерстве труда США, то есть я могу, допустим, ну, вот как я там, в парикмахерскую пришла за услугами, или еще, если мне ваши услуги, допустим, они мне интересны, да, я могу с вами там заключить договор и пользоваться какими-то вашими услугами, но я хочу им пользоваться как человек, не как физическое лицо, это просто бумажка, это вот документ. То есть закон не действующий, их потом не привлечешь, понимаете, в чем дело? То есть они, даже те же вот ЖКХшники, у них ничего не подписано, у них ничего нету, да, то есть они все на словах, виноваты те, кто исполняет, вот понимите вот этот момент, понимаете, то есть каждый из нас, получается, становится, кто ставит прививки, медсестра, да, тот, кто, допустим, тот же кондуктор, там, наденьте масочку, там, или еще что-то у вас, то есть вот преступники, получается, а если подавать на них, то есть они себя подстраховали, у них ничего не подписано, понимаете, ну, мало ли, что я сказал. То есть вы, по сути дела, вот пришли, да, от себя, вот как будто вы пришли сами, да, то есть вот я пришла к кому-то, я говорю, ну-ка, покажите мне, расскажите, как там у вас, мама, как там у вас еще, то есть, по сути дела, вот это выглядит примерно вот так, вот сейчас на данное время. Бумажек напечатать можно каких угодно, то есть должно быть все документально заверено, то есть, я говорю, государственных органов у нас нет, у нас есть федеральные, и то они все ликвидированы сейчас, все ликвидировано, юридические фирмы, все, то есть все должно быть, ну, как бы, договор, то есть и надо разобраться, я, может быть, хочу распорунуть. Ну, и как бы и вам тоже хотелось бы, чтобы и вы тоже просыпались, потому что тоже задавайте вопросы, вам пришла бумажка какая-то, должна быть подпись, должна быть печать ответственного лица, да, лица имеющего право действовать без доверенности, в ОГР написано, кто имеет право действовать без доверенности, или должна быть доверенность у этого лица, то есть вы тоже задавайте вопросы, вы понимаете, что вас, ну, как бы, тоже, по сути, всех, ну, таких вот служащих подставляют, Потому что вот так вот, что коснись, даже вот те же военкоматы, да, кто преступник, военком, что он исполняет? Они все ликвидированы, все ликвидированы. Вот заходишь на Нижний Тагильский, и все ликвидированы, нет ни одного военкомата. Кто там действует, на каком основании? Указ не подписан, печати нет, ничего нет. Ладно, не буду отвлекать, пойду. Но все тогда, если что, в понедельник я пошту. Всего доброго, да, договорились.